В последнее время участились случаи маршрутинга в нашей стране. Для России это новая проблема, к которой многие были не готовы. Но есть сложившаяся мировая практика действий в таких ситуациях. Вы можете сделать три вещи, которые могут изменить хоть развитие событий. Бежать, спрятаться или драться. Во-первых, если у вас есть возможность выбраться из здания, сделайте. Попытайтесь максимально быстро сбежать или эвакуироваться как можно дальше от угрозы и безопасной зоны. Убегайте зигзагами о них по всему. Бегите так, чтобы между вами и стрелком были большие предметы, здания, автомобили. Убедите других сбежать вместе с вами, но не позволяйте им тормозить вас своей нерешительностью. Помните о том, что важно позаботиться о своей безопасности, а не о своих вещах. Ваш главный приоритет – сбежать от опасности. Как только вы оказались вне линии огня, попытайтесь помешать другим людям войти в опасную зону и позвоните в 112. Если вы не можете выбраться безопасным образом, вам нужно найти место, где можно будет спрятаться. Действуйте быстро, спокойно. Попытайтесь обезопасить свои укрытия как можно лучше. Выключите свет, если это возможно. Не забудьте закрыть двери. Отключите звук звонка и режим вибрации на телефоне. Если вы не можете найти безопасное помещение или шкаф, попытайтесь спрятаться за крупными объектами, которые смогут защитить вас. Старайтесь сохранить спокойствие. Наше здание проектируют так, что двери открываются наружу, что делает их блокирование проблематичными. Очень хорошо помогут закрытые железные двери или баррикады из мебели и бытовой техники. Даже если стрельба будет вестись через закрытые двери, всегда есть безопасная зона, в которую необходимо переместиться. В самом крайнем случае, если некуда бежать и прятаться, объединяйтесь в группы, вооружайтесь подручными предметами и оказывайте сопротивление. Действуйте внезапно для стрелка и максимально безопасно для себя. Атакуйте на близких дистанциях, а не издалека. Помните, что в таких происшествиях жертв выбирает случайный образ. Не попадайтесь на глаза стрелку. Если вы разоружили стрелка, не входите с его оружием в руках. Прибывшие сотрудники могут принять вас за угрозу. Ваши действия могут многое изменить в плане вашей безопасности и выживания. Будьте в курсе и будьте готовы. Если вы попали в такую ситуацию, вам нужно помнить три пункта для выживания. Бежать, прятаться и драться.